К этому дню Анапа была подготовлена. Коллективы и большинство предприятий, сотрудники коммунальных служб навели порядок накануне. А в сквере Протапова анапчане высадили белые акации. Инициативу руководителя квартального комитета номер один Юрия Борисова с готовностью поддержали жителей этого района. Под снос пошли старые высохшие деревья. Им на замену молодые стройные деревца. На этом месте наши родители, мой дед Иван Алексеевич, тоже сажали. Когда после войны пришли они в Анапу, Анапа была разбитая вся. И решили дозакапывать вот этот вот ров, снести этот вал туда и спланировали сдерживать парк. Мы сейчас в память их к 70-летию Великой Победы садим вот эти белые акации. На набережной заложили новые аллеи сотрудники зеленстроя и муниципального предприятия объединения курортных услуг. Там теперь красуются саженцы крымской сосны. Сейчас мы проводим работы по подготовке почвы для посадки цветников. Планируем на следующей неделе провести посадку двулетней рассады, то есть виолы, в количестве 42 тысяч штук на центральных лумбах города, а также на мемориальных местах. Согласно цветочному плану, сточное оформление в этом году будет высажено порядка 120 тысяч. Рабочие убирали мусор возле строительных площадок, студенты наводили порядок на газонах, на пляже высадили десант сотрудников муниципальных предприятий. Коллектив Анапского водоканала работал рядом с предприятием. У здания они не просто навели образцовую чистоту, а создали еще один зеленый уголок в Анапе. Мы же живем в этом городе и хотим, чтобы отдыхающие наши люди, проезжая мимо водоканала или отдыхая в этом сквере, получали удовольствие. Сейчас следующий этап – это облицовка здания композитным материалом. Ну и, конечно, мечта – это поставить фонтан. Уборка прошла в каждом сельском округе. В Субсехском навели порядок в лесополосе и на стеле, знаменующей начало Кавказского хребта. Сотрудники детских здравниц и санаториев убирали мусор на пляжах. В Гайкадзорском, Джигинском, Витязевском округах привели в порядок центральные улицы и побелили деревья. В детском парке наводили порядок работники учреждений культуры. Итог работы – просыпающийся после зимы парк стал чище и аккуратней. 4 апреля Анапа наравне со всеми городами и районами Краснодарского края выйдет на Всекубанский субботник. Ну а двухмесячник по благоустройству и наведению санитарного порядка в Анапе будет до 30 апреля.